Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Виктор Рожков, координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества». Здравствуйте, Виктор Николаевич! Здравствуйте, Виктор Николаевич! Если можно, расскажите, пожалуйста, о целях данного проекта. Наш проект в первую очередь ориентирован на то, чтобы на основе мнения людей повысить качество их работы. Вот в прошлом году мы начали очень большую такую работу по мониторингу качества организации медицинской помощи в российских поликлиниках. В рамках наших рейдов мы обошли очень большое количество поликлинических организаций и столкнулись с тем, что ключевой проблемой, которая вызывает недовольствие людей, является не что иное, как именно качество организации самой медицинской помощи. Существует такое мнение, что эти проблемы, точнее мнение, которое, наверное, навязывается в определенном смысле, что эти проблемы связаны с недостатком финансирования и с отсутствием кадров. Мы в общероссийском народном фронте, конечно, эти проблемы не отрицаем. Да, действительно, хочется всегда и новый корпус поликлиники построить, хочется и капитально отремонтировать. Но, как бы, президент, кстати говоря, в своем послании Федеральному собранию подобного рода вопросы обозначил, уже и ресурсы, соответственно, там правительство на эти цели изыскивает. Но это, что называется, вопрос времени, он решается, работа в этом направлении идет. По кадрам ситуация аналогичная. Но вот мы в рамках проекта выявили те проблемы, которые, с нашей точки зрения, уже можно решать здесь и сейчас. И это вопрос именно качества организации. О чем я говорю? Это, смотрите, если говорить по конкретным каким-то примерам. Допустим, вот мы приходим, записавшись на прием к врачу через интернет. Либо через интернет, либо через терминал. Все, нам уже на талончике напечаталось время, и номер кабинета, куда надо прийти. Безусловно, там человек по логике вещей должен туда прийти и в это время зайти. Но получается как? Он говорит, вы знаете, ваша карточка лежит в регистратуре, поэтому зайдите, возьмите ее. И тут получается, что этот пациент сталкивается с проблемой, когда ему надо еще отстоять очередь в эту регистратуру. И в итоге, как бы, ценность самой этой системы электронной записи, она обесценивается. И вот это, что, это и есть как раз та самая организационная проблема. Вместо того, чтобы, допустим, сделать каждое утро, там, один из регистраторов набирает карточки всех тех, кто записался и разносит на прием к врачу. Вот. И уже пациент приходит, его карточка лежит у врача, и уже у врач предварительно знаком с какой-то его предыдущей историей болезни. А возникает вот подобного рода накладки. Их, на самом деле, очень много. И с точки зрения активистов Народного фронта, они составляют где-то 60-70% того недовольства, которое существует у людей в отношении нашей системы здравоохранения. Это каким-то образом возможно исправить? То есть вы с проверками приезжаете, вы выявляете вот эти такие тонкие места, какие-то пробелы. А исправить как? Ну, смотрите, в рамках нашей работы, опять же, какую мы ставим для себя цель. В первую очередь, это добиться того, чтобы были внесены определенные изменения в действующее законодательство в части именно публикации некого такого управленческого организационного стандарта. Первые шаги уже в этом направлении со стороны Федерального Минздрава, они в начале года были проделаны. Но если говорить проще, как выглядит ситуация, у нас есть очень много различных материальных требований, как, например, должна выглядеть поликлиника. Ну, условно, какие там должны быть помещения, сколько должны быть врачей, сколько должны быть медсестер, а что должно стоять в регистратуре. Но как это все между собой взаимодействует, у нас таких требований, у нас таких стандартов нет. И здесь уже, что называется, все зависит от того, насколько главный врач относится к той работе, которую он делает. Можно сделать как из рук вон плохо, опять же, соблюдая все те требования, которые есть, а можно сделать очень хорошо. И вот с нашей точки зрения эта ситуация недопустима. В чем еще проблема данной ситуации? То, что надзорные органы, которые проверяют соблюдение требований законодательства, в основном это Роспотребнадзор и Росздравнадзор в отношении поликлиник, вот эти вопросы не подпадают под сферу их деятельности, потому что, собственно, они ничем и не урегулированы. И вот мы в рамках своего проекта как раз выявляем эти проблемы, более того, мы потом все это доносим до органов власти, обсуждаем их на круглых столах. И более того, по итогам тех рейдов, которые мы уже сегодня с утра немножечко провели, еще поедем и завтра будем в первой половине дня проводить. Мы обсудим завтра на круглом столе с теми чиновниками, которые отвечают за работу сферы образования, отвечают за работу сферы здравоохранения, для того, чтобы им показать эти проблемы. И чтобы они со своей стороны взяли их на карандаш, разобрались, в чем, так сказать, соль вопроса и приняли нужные управленческие решения. – Ну вот вы уже упомянули проблему финансирования, да? И все-таки с вашей точки зрения, насколько финансирование той или иной отрасли здравоохранения или образования влияет на качество предоставляемых услуг и влияет ли вообще? – Ну, смотрите, что касается качества услуг, то есть если мы берем сферу здравоохранения, то это качество медицинской помощи. Здесь я вам честно признаюсь, да, я не являюсь врачом, у меня нет медицинского образования, более того, в моей семье, там, наверное, колено до третьего врачей тоже не было. Поэтому рассуждать на тему того, качественная или некачественная медицинская помощь, я даже не стану, потому что, ну, мне для этого элементарно не хватает компетенции. Поэтому мы в рамках проекта, в принципе, не затрагиваем вопросы, связанные с качеством лечения людей. Для этого есть там специально обученные люди, скажем так. Мы смотрим, как организовано предоставление этой помощи. Но что касается, как вы говорите, достатка-недостатка денег, здесь просто очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда стоят просто элементарно, пылятся вот эти информаты для записи на прием к врачу. Ну, вот просто там в ряде регионов элементарно заходили, они стоят сломанные и не работают. Все происходит по старинке. Лишь только потому, что персоналу поликлиники так удобно, им комфортно так работать, они так привыкли. Хотя деньги были потрачены, потрачены, причем немаленькие. Часто, кстати говоря, активисты Общероссийского народного фронта выявляют случаи, когда оборудование закуплено, оборудование дорогое. Деньги на это не просто там где-то предусмотрели, их уже проплатили, а это оборудование стоит пылиться в коробках и далеко даже не один год. Вот возникает вопрос, да, почему? А происходит это потому, что, например, где-то просто не предусмотрели ставку системного инженера, где-то не хватает каких-то там трех гайд для того, чтобы это все скрутить и запустить. И происходит из-за того, что кто-то на месте при планировании этих закупок, при решении вопросов организации, не проявил должной бдительности, не предусмотрелся эти вопросы. Вот мы как раз в рамках проекта в основном ориентируемся на подобную роду проблему. Скажите, а могут ли сами граждане, потребители этих услуг каким-то образом влиять на работу школ, поликлиник, больниц? Ну, если говорить про систему обратной связи, то здесь стоит упомянуть, что президент Российской Федерации, лидер ОМФ Владимирович Путин в 2012 году еще, когда подписывал первый пакет майских указов, он у них сформулировал задачу по формированию этой самой системы обратной связи, так называемой независимой оценкой качества. Мы в Народном фронте выяснили, что, к сожалению, она в настоящий момент не выполняет той ключевой роли, которую ставил ей президент, а это обеспечение именно обратной связи. Поэтому, понимая, что сейчас независимая оценка проходит, там ряд процедур направлен на то, чтобы она постаралась как-то стать более эффективной, и мы в Народном фронте решили запустить этот проект для того, чтобы как раз хотя бы простроить вот эту обратную связь между гражданами и органами власти и показать гражданам, что они со своей стороны могут влиять на решение тех проблем, которые их тревожат. Потому что очень часто слышишь, что да это невозможно, ой, ну, что это вот опять какая-то очередная говорильня. Нет, мы в рамках своего проекта как раз демонстрируем всем, что эти проблемы, они могут решаться уже прямо здесь, прямо сейчас. И иногда, может быть, даже для их решения не то, что ресурсы не требуются, для их решения иногда даже там достаточно полдня. Поэтому люди вот должны вот эти моменты для себя как-то выяснить, понять и более как-то активно, наверное, требовать от действующей власти, чтобы она организовывала работу свою таким образом, чтобы люди чувствовали это на себе. Скажите, каким-то образом можно людям отследить результаты ваших рейдов? Да, конечно, могут отследить. У нас работает сайт «Народная оценка качества». Там мы в ежедневном режиме публикуем все те достижения, все те результаты, которые мы получаем в ходе его реализации. Все это происходит с фотографиями, с описанием тех организаций, которые исправились. То есть мы ведем такую соответствующую новостную ленту. Соответственно, у нас есть целая статистика в отношении того, что исправлено, где и как это произошло. И если уж касаться тех проблем, которые нам удается решать в рамках проекта, то здесь стоит отметить следующее. Во-первых, это комфортность условий, в которых пациенты получают медицинскую помощь. Для простого примера поясню. Зачастую из-за того, что как-то исторически так сложилось, в одни кабинеты, например, в один коридор могут согнать большое количество людей, потому что в этих коридорах расположены кабинеты высоко востребованных врачей. Ну, как правило, это терапевты. А при том, что это тесный, узкий, душный коридор, в то время как в соседнем крыле, например, достаточно большое количество там совершенно незагруженных помещений. Возникает вопрос закономерный. Почему не растянуть эти помещения по всем этим коридорам? И людям будет проще. Ну, как-то так частенько складывается. Мы с таким уже неоднократно сталкивались. У нас уже есть конкретные примеры. Допустим, город Иркутск. Детская поликлиника. Там была проблема, что все педиатры сидели на первом этаже. Ну, это, наверное, такой наиболее яркий пример. А на втором этаже были немножечко кабинетов узких специалистов. И преимущественно там сидел главный врач и все его подчиненные. В результате, когда мы были 26 августа, там, это день, когда всем потребовалась справка для того, чтобы выйти в школу, в детский садик. Более того, там в этот день завезли какой-то препарат для прививок, который очень долго не было. Естественно, там было просто необычайное. Большое количество людей, негде было даже протолкнуться. Когда эту проблему там публично поставили перед властью, ее решением занялись. Сейчас там частично всех терапевтов пересадили на второй этаж. По-моему, даже у них третий есть. И проблема, собственно, как таковая-то исчезла. Да, может быть, там кадровый вопрос не был решен. Но, во всяком случае, человек уже ждет очереди к врачу не в каких-то там экстремальных условиях, где ему негде посидеть, где неимоверная духота. Он сидит спокойно на лавочке и ждет там в прохладце, когда наступит его очередь пойти к врачу. То же самое касается и вопросов в живую очередь в такие кабинеты, как кабинет забора крови, как флюорография. Когда не происходит выстраивание очереди по времени, то есть не маршрутизирует нужным образом потоки, все люди, конечно, приходят рано утром, возникает вот экстремальное количество людей, которых разово ни один кабинет забора крови, ни один флюорографический кабинет не в состоянии пропустить. И у людей справедливое недовольство по этому поводу. Вместо того, чтобы заняться вопросом именно выстраивания по времени, там по каким-то временным интервалам, традиционно идет вот живая очередь. Вот мы, например, сегодня были в поликлинике 10-й больницы, там как раз вот подобного рода проблемы есть. То есть там живая очередь, и причем получается так, что люди еще даже путаются. Где-то запись идет к специалистам, к врачам по времени. В эти кабинеты идет живая очередь. И люди, дезориентируясь в этом пространстве временном, не могут понять, где надо записываться, где не надо записываться. И действительно, там бывает тяжело разобраться, как это должно происходить, и каким образом им необходимо себя вести в этой ситуации. Поэтому мы вот эту проблему, например, завтра на круглом столе в обязательном порядке Министерство здравоохранения Рязанской области обозначим. Потому что она совершенно, могу вам сказать точно, может быть решена. Скажите, как долго ОНФ будет налаживать работу объектов социальной сферы в рамках данного проекта? Ну, я думаю, что до тех пор, пока мы со своей стороны не поймем того обстоятельства, что в нашей стране сформировалась действительно такая эффективная система обратной связи, когда органы власти уже в таком полноценном режиме слышат все те сигналы, все те обращения, которые приходят в их адрес в виде жалоб граждан, в виде каких-то предложений, что-то исправить, что-то поправить, обратить внимание. Вот как только власть начнет полностью слышать и учитывать мнение людей, что я понимаю под словом «учитывать», что их решение, в основе решения органов власти, связанных в том числе с распределением каких-то ресурсов, будет лежать мнение людей, а не какое-то убеждение или личное мнение отдельного чиновника на месте. Виктор Николаевич, большое спасибо, что сегодня нашли время к нам приехать. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, и удачи вам. Спасибо вам, Елена Анатольевна. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем нашим телезрителям всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.